Всем привет на канале Улл Дачман. Сегодня мы с вами обсудим визит Зеленского в Европу. Его встречи с канцлером Шольцем, с другими главами государств, ну и естественно те моменты его встречи, которых он ожидал, результат этих встреч. Итак, я вам зачитаю статью, а вы просто слушайте и делайте выводы. Это не мои слова, это слова именно газеты, так что ко мне в этом отношении претензий быть с вашей стороны не должно никаких. Итак, поехали. Владимир Зеленский в первой половине октября не мог дождаться президента США. Собственно, глава государства Украины хотел в эти дни сделать содержательные поездки и добиться определенных результатов. Хотел продемонстрировать решительность и уверенность в победе Украины над Россией. Он также позировал перед камерой вместе с самыми важными лицами, принимавшими решения в Европе. Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, Олафом Шольцем. С Джо Байденом, который до сих пор является влиятельным человеком в мире, он в Европе встретиться не смог, так как Джо Байден по своим причинам отказался ехать в Европу. Но для этого Зеленский хотел соврать в Берлине и на военной базе в Рамштайне новые пакеты с оружием. По крайней мере, отчасти у него это получилось. И в очередной раз рассказать о своем мирном плане, содержание которого общественность знает только как слухи. Ситуация на поле боя дает возможность закончить войну не позднее 1925 года за счет решительных действий, заявил в среду 9 октября президент Зеленский. И предположительно, что у него есть на самом деле тот план, о котором он говорит. Может быть это просто скрытая паника, потому что реальность теперь другая. Джо Байден отменил свою поездку в Европу и силовое так называемое шоу Запада отменено. Но Зеленский в любом случае совершает свое турне по Европе. Вот вопрос, почему турне, если официальные визиты? Турне совершают рок-звезды, музыканты. Ну идем дальше. В пятницу, 11 октября, с остановкой в немецкой столице, чтобы продвигать свое дело дальше и далее в отсутствие США. Это показывает, насколько сильно выросло давление на Зеленского в последние месяцы. Прежде всего, выборы в США и грядущая победа Дональда Трампа висят над Украиной, как домоклов меч. Трамп может просто в считанные секунды отказаться от страны Украины в качестве, если он будет в качестве нового президента. Это, конечно, ужасная теория. Но даже победа демократов не положит конец внутриполитической неразберихе в США. Поддержка США ограничена хотя бы потому, что Соединенным Штатам сейчас угрожает многосторонний конфликт в Тихом океане, на Ближнем Востоке и в Европе. Кроме того, на уставшем от войны Западе сокращается поддержка Украине. Нарратив «Время перемен» начинает рушиться даже в самых важных странах, в партнерах, таких как Германия. Про российские партии, такие как «Альтернатива для Германии» и «Объединение Сары Вагенкнехт» постоянно разжигают в Германии такой поворот, как преступник-жертва. И настаивают на мнимом мире, который в конечном итоге послужит только интересам Москвы. Это не оказывает прямого влияния на действия партнеров со стороны правительства. Но тем не менее, Берлин, Лондон и Париж все больше колеблются из-за страха перед электоратом. Дальнобойные ракеты Запада не должны быть нацелены на стратегические цели в России и не должны обстреливать Россию, даже если бы это имело военный смысл. К этой мысли все больше немецких и иностранных политиков, европейских, приходят в своих договорах. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине обширную дальнейшую военную помощь от западных партнеров на сумму полтора миллиарда долларов. Это и системы ПВО, артиллерия, беспилотники и другое вооружение. Но быстрого членства в НАТО или в ЕС, по словам канцлера Шольца, не будет. Он теперь удивительно часто говорит о своем стремлении к дипломатическому решению. Как бы это ни выглядело, если Россия все еще считает свои шансы на победу реальными. А реальные переговоры для такой ситуации, увы, не нужны. Злейшим противником Зеленского на данный момент остается война в собственной стране. Каждую неделю Россия завоевывает новые, якобы стратегические важные города. Владимир Путин набирает обороты. Тот факт, что это происходит с огромными потерями с обоих сторон, вряд ли оказывает давление на Кремль внутри страны. Украина, с другой стороны, практически истощена после трех лет войны. В военном, социальном, а также политическом плане. Новых солдат уже нет. И есть еще угроза одной зимы хаоса. Согласно опросам, все больше и больше украинцев хотят прекращения огня. Растет число сообщений о дезертирах в стране, а также во время учебных миссий в Европе. Таким образом, за победным планом украинского президента, скорее всего, стоит прежде всего отчаянное желание быстрого толчка, чтобы снова оказать хоть какое-либо давление на Россию. И тогда, может быть, возможность сесть за стол переговоров только укрепиться в головах европейских политиков. Когда Зеленский представил свою идею в Белом доме в начале октября, необходимого энтузиазма, казалось, ему не хватало. Однако без США и без Европы Украине скоро будет угрожать российской оккупацией. Зеленский это знает, и он должен отчаянно продолжать бороться против этого. Это статья, взятая из информационного бюллетеня Vivo Daily Punch. Вот такая вот статья, и что самое интересное, очень много слов в этой статье уже говорится правды. Правды о том, как складывается ситуация на линии фронта, на полях сражений на Украине. Уже не ретушируются потери Украины или потери России, говорят уже открыто. Почему говорят открыто? Потому что в следующем году, в первую очередь в Германии, будут выборы в Бундестаг. И правящая коалиция, хоть она, скажем так, умерла в зародыше, не успев начать работать, за три с лишним года превратила страну из развитой индустриальной державы в умирающего кролика, который лежит на поле и ждет, когда все-таки тот удав, что смотрит на него своим гипнотизирующим взглядом, уничтожит его и проглотит. И сегодня политики Германии все свои интересы направляют именно на то, чтобы заработать как можно больше голосов электората. Они опять начинают врать, лгать, сочинять сказки, рассказывать их своим избирателям на встречах, в надежде на то, что в следующем году они наберут должное количество голосов, чтобы остаться в Бундестаге на второй срок. Получится ли это у Олафа Шольца, мы пока не знаем. Но вся коалиция, которую он создал при помощи своей партии и зеленых, ввели страну в промышленный хаос, вряд ли у него будут шансы остаться канцлером на второй срок. Поэтому Фридрих Мерц, председатель оппозиции от ХДС, ХСС, так стремительно набирает обороты среди избирателей, постоянно указывая на то, что коалиция светофорная делает ошибки там, делает ошибки там, делает ошибки здесь. И в то же самое время Фридрих Мерц заявляет, если бы он был канцлером, то Украина уже давным-давно победила бы Россию. То есть, со слов Фридриха Мерца, он бы дал полную свободу действий Украине и дал бы все вооружение, которое Украине нужно. В первую очередь в это верят Зеленский и его аппарат. Немецкие избиратели в это уже не верят, потому что они прекрасно понимают, что вот эти вот слова от Фридриха Мерца, это очередная уловка для того, чтобы закрепить за собой мнимое место нового федерального канцлера на выборах в Бундестаг в следующем году. Хотя по последним выборам локальным в Бранденбурге, мы с вами видели, что союз ХДС-ХСС потерпел серьезное поражение, проиграв 1% партии Альтернатива для Германии. А что мы видим сегодня? Альтернатива для Германии и объединение Сары-Вагенкнехт, оказывается, поют одну и ту же песню, хотя и находятся как бы по разные стороны баррикад. То есть получается, как ни крути, если к власти придет альтернатива для Германии, первый политический партнер, с кем они заключат свой альянс, это будет Сара-Вагенкнехт. Никак не ЦДУ, никак не СПД. И тем более никак не зеленые. Потому что благодаря этим зеленым страна увидела свою глупость, когда поверила этим зеленым, что они хотят облагородить страну и защитить климат. Вместо этого у нас пошло сильнейшее движение климаклегеров, которые лепятся задницами и руками к асфальту. Слава Богу, сейчас-то это уже прекратилось, после того, когда зеленые ушли с политической арены. Не совсем, но ушли. И население начало понимать, что если бы 30 с лишним процентов населения не отдали свои голоса за вот этих вот зеленых, то сегодня в стране не было бы такого хаоса и бардака. Вот и все, что я хотел сегодня вам сказать. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Посмотрим, сколько действительно военной помощи и финансовой, и экономической получит Украина в действительности, в первую очередь из Евросоюза. Ну и, конечно, тот пункт, о котором я сказал, что быстрого входа, вхождения в состав НАТО или ЕС Украине долго еще не увидеть. Несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен питает симпатией не только к Украине, а к самому Зеленскому и обещает ему принять Украину по укороченному, ускоренному режиму в ЕС. Такого не будет. Многие еврокомиссары выступают против Урсулы фон дер Ляйен. Она, наверное, считает себя королевой в Европарламенте, поэтому раздает такие обещания. Но политики на то, они и политики, чтобы раздавать обещания. А доверчивый электорат должен оставаться доверчивым и верить в эти обещания. Но, так как, ладно, снимем немножечко Зеленского ответственности за то, что он в политике только буквально 4 года, он до этого был обычным комиком на сцене, скоморошничал, но сегодня он политик. Сегодня он политик. Но опыта этому человеку не хватает. Если бы он был опытным, он бы прекрасно понимал, что и Урсула фон дер Ляйен, и Шольц, и тем более Анна Лена Бербок, очень часто любящая приезжать в Киев, обниматься с Зеленским и говорить «Воль йодя, все будет гуд!» Они все врут, они все врут, а Зеленский им верит. В общем, посмотрим, как будут развиваться события дальше. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить свой нормальный, адекватный комментарий, который не уйдет в спам и комментатор не отправится в бан. Желающий поддержать наш канал финансово, у нас под каждым видео идут ссылочки на ресурсы с донатами, а также можно просто поставить супер лайк или супер спасибо, за что мы вам будем всегда безмерно благодарны. Ну и как всегда по традиции. Всем удачи, не болейте, пока!